Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Как и всегда, после выходных мы возвращаемся к анализу фундаментальных событий, следим за тем, что влияет на рынок и на наши торговые идеи. Текущие предстоящие 5 дней, друзья, событий будет очень много, статистики тоже. Опять же, нам будет что поторговать буквально по всему спектру финансовых инструментов. За подробностями я вас приглашаю на сегодняшний вебинар, который состоится в 16.30 по московскому времени. Еще раз детально разберем картину недели минувшей и обратим внимание крупными мазками на основные и самые стоящие релизы текущей недели. Также традиционно предложу вам, друзья, несколько торговых идей, которые будут актуальны, скажем так, на средний срок. Это в рамках предстоящих 5 полноценных торговых сессий. Не забывайте подписываться на наш канал. Это единственная возможность сразу же быть в курсе всего видеоконтента, который мы туда добавляем. То есть так вы не пропустите ни одно стоящее видео. Друзья, ну давайте теперь подведем итоги торговой сессии пятницы, да и в принципе того, как мы закрывали прошлой неделю. Безусловно, центральной темой были переговоры между США и Китаем. Если среди вас были оптимисты, вы наверняка верили в какое-то чудо и полагали то, что эти переговоры должны были завершиться чем-то позитивным, например, какими-то предварительными договоренностями, ну или по крайней мере не желанием, скажем, тех же самых США все-таки эскалировать ситуацию до такой степени, чтобы у Китая не было никакого интереса продолжать вести эти переговоры в конструктивном русле. Поэтому оптимисты, конечно же, надеялись, что таможенные пошлины, трамповские пошлины все-таки не вступят в силу. Однако все пошло по сценарию негативному. Никто выше головы не прыгнул, никаких договоренностей не было. Я изначально предполагал, что с учетом позиции Трампа, агрессивные позиции против Китая, вы помните, их обвиняли в нарушение обязательств ранее согласованных, вероятность позитивного схода была крайне низка, поэтому я был абсолютно уверен, что эта неделя не завершится без новых пошлин. И они вступили в силу, это повышение пошлин на китайские товары общей стоимостью 200 миллиардов с 10 до 25 процентов. Конечно же, это негативный сигнал для всей мировой экономики, потому что последуют ответные меры действия. Китай об этом уже предупредил. Я допускал, что дальше мы, скорее всего, будем говорить уже о том, что под пошлиной окажется весь китайский импорт. Китай продолжит отвечать и под угрозой 5 процентов мирового товара оборота. Я считаю, друзья, то, что для сырьевых инструментов, да и для риска, это, конечно же, база, которая позволит их распродавать в дальнейшем. Продолжил, наверное, на этой неделе я именно с этого аргумента, потому что, на мой взгляд, сейчас уже очевидно, что акценты смещаются. С тех же самых стран ОПЕК, плюс и с того, что решение об аналитическом факте, то есть эта сделка не будет определена, то есть акцент смещается с потенциального сокращения, точнее, с потенциального повышения уровня добычи странами ОПЕК именно на риски глобального характера, риски для мировой экономики, что чревато, конечно же, снижением спроса и на сырье. Я предлагаю сделку селстоп по бренду с уровня 70-30. Я уверен, что все-таки медведи смогут перехватить инициативу в самое ближайшее время и потащат котировки ниже. На повестке, опять же, этой недели у нас будут данные по запасам. Посмотрим, что в этот раз со статистикой она также оказывает влияние на динамику углеводородов. И, кстати говоря, единственное, что я допускал на открытии текущей недели, что рынок может очень неплохо вырасти по факту инцидента с нападением на саудовские танкеры вблизи берегов Объединенных Арабских Эмиратов. Но вы понимаете, что роста на таком факторе ближневосточной нестабильности, существенному роста, не последовало. Поэтому я думаю, что вряд ли к этой теме мы вообще будем возвращаться, поэтому фокусируемся только на том, что будет в переговорах дальше. И есть негативная новость уже, то, что Мнучин отметил, что на текущем этапе дальнейшие переговоры не обсуждаются. Это тревожный сигнал. Доллар иена, друзья, 109.77, данные по инфляции 0,1%, слабый показатель. Поэтому, как и всегда, мы делаем вывод о том, что без растущих устойчивых инфляционных ожиданий у Федеризера не будет возможности вернуться к политике, которая предполагает последовательное повышение процентных ставок. Я думаю, что в статистике мы с вами не разочаруемся еще не раз. В принципе, в эту среду будут данные по уроничным продажам. Я ожидаю, что, скорее всего, данные также разочаруют, особенно в свете последних темпов роста заработных плат. И если мы торгуем, друзья, пару доллар-иена, напоминаю, что против доллара здесь иена. Это актив, который обладает куда более выраженными защитными свойствами. И на фоне того негатива, скажем, геополитического такого, конечно же, будет серьезно зарастать спрос именно, прежде всего, на те инструменты, которые обладают защитными свойствами. Это франка, иена и золото. Кстати, по золоту я предлагаю придерживаться прежней идеи. Это то, что этот актив может уйти в район 1300 долларов за тройскую унцию. Доллар канадец 1.3435. Поддержали канадца в пятницу данные по рынку труда. Уровень беззаработки 5.7% с 5.8%. Занятость очень сильно выросла. Мне кажется, это один из самых лучших показателей вообще за последний год. Удивительно, почему такие цифры. Но, наверное, будем дальше разбираться в них. Не все так просто. На этой неделе в качестве ориентированных данных по инфляции базовый индекс потребительских цен выйдет в среду. Ожидания очень плохие. С 1.9 мы можем увидеть снижение до 1.7. Конечно же, инфляция, она больше уже влияет на рыночное настроение того, что будет происходить с процентными ставками. Вот на этот отчет я как раз предлагаю сейчас ориентироваться. Если ожидания участников рынка будут оправданы, то, соответственно, канадец окажется под давлением. И, как и всегда, как и на прошлой неделе, против канадца может выступить еще и снижение цен на нефть, что, как вы поняли, уже более чем прогнозируемо сейчас на рынке. Поэтому цели по канадцу, по доллару, по паре доллар-канадец остаются снова на отметке 1.35. В общем, ориентируемся на данный рубеж. Фунт против доллара 1.3008. Я по-прежнему сторонник того, что пара будет снижаться. В частности, темп экономического роста в пятницу в минус 0,1%. Тоже я, в принципе, настраивался на такой результат. Сейчас, друзья, либо нужно делать ставку на изменение процентной ставки, если вы покупатель фунта. То есть вы верите, что каким-то чудом банка Англии повысит процентную ставку. Либо все-таки делать ставку на то, что по Брекзиту ситуация прояснится. Я, наверное, все-таки остаюсь реалистом. Я вижу то, что при последних макроэкономических данных и неопределенности по Брекзиту банк Англии не будет повышать процентные ставки. А что касается самого Брекзита, то времени еще очень много до конца октября. Я думаю, что мы даже получим больше негатива. Поэтому я склонен полагать, что пара доллара, точнее фунт против доллара, она будет постепенно смещаться ниже поддержки 1,30. Доллар, франк, друзья, котировки сейчас чуть выше уровня 1,01. И вот здесь важно, что отметить. Мы видели в пятницу, как только цены оказались ниже данного рубежа. Можно сказать, что Банк Швейцарии выступил с словесными интервенциями и основу напомнил важность для национальной экономики, именно мягкой экономической политики, намекнув на и возможность дополнительного снижения процентной ставки. И намекнув также, очевидно, на мой взгляд, что в случае необходимости, это повышенный спрос на франк, будут задействоваться дополнительные экономические стимулы и инструменты. Я считаю, что если вас интересует долгосрочная сделка, нужно смело покупать доллар-франк, потому что впоследствии франк действительно будет ослабеть. Евро против доллара 1,1227. На прошлой неделе достаточно отчетов слабых. Это промышленное производство. Прогноз еврокомиссии по снижению экономического роста до 1,2%. Слабые прогнозы по инфляции. И на этой неделе, друзья, куча отчетов. Завтра институт ЗЮМ, бизнес-оптимизм в среду, ВВП Германии и еврозоны. И в пятницу базовое значение инфляции. Я думаю, что с учетом такого новостного фона и ожиданий, собственно, того, что статистика разочарует, а на этом мы будем говорить о его важности сохранения мягкой экономической политики, евро-доллар действительно будет претендовать на закрепление поближе к уровню 1,1150. Австралии спротив доллара 0,6974. И Новозеландец тоже, я думаю, что сюда можно отнести 0,6577, потому что эти инструменты активно снижаются сейчас. Это все, друзья, следствие опасений за перспективу мирового экономического роста и за то, что же дальше произойдет с Китаем, когда фактически Китай оказался на пороге, а может быть даже уже и полностью активно вовлеченном в полноценную торговую войну США. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.